Привет всем ребят, на связи GrimOptimist. Решил записать для вас небольшой блог, а то некоторые меня уже потеряли. Сейчас моя YouTube деятельность сконцентрирована на моем основном канале, потому что я вынужден сейчас выпускать ролики каждый день, там вставлять в них рекламу, все такое, просто банально, потому что нужны бабки. Кстати, спасибо тем из вас, кто меня поддержал. По ссылке в описании, через Donation Alerts, таких было четверо, и каждому прямо вот от всей души хочу выразить респект, прямо, ну, скажем так, выручили, да. Вот, ну, я стараюсь все-таки справляться своими силами, получается, но, к сожалению, так, с переменным успехом. Что хотел еще рассказать про проект. Многие спрашивают, что там, да как, ребята. Поскольку у нас уже было видео там на один день, на два, на три, на четыре, короче, я понял, что ролик я буду записывать уже на более длительный срок. То есть, хотя бы, когда неделю продержусь, вот тогда уже поговорим. Иначе как-то это все получается так, ну, согласитесь, вдруг опять сорвусь там день на третий, четвертый, уже будет как-то несерьезно. Поэтому я решил, что когда более каких-то значительных успехов, скажем так, достигну, тогда уже и буду делиться своими впечатлениями. Тем более, я могу вам сказать, вот сейчас не отмазываюсь ничего, да, это мой косяк, что я там сорвался. Ни на кого не хочу перекладывать свою вину, но все-таки я лично уверен в том, что сыграли роль вот именно те жизненные обстоятельства, с которыми я столкнулся. Если бы их не было, то, наверное, я бы удержался и уже было бы все хорошо. Но всегда так бывает, вот я неоднократно замечал, что как только ты бросаешь курить, сразу же, просто сразу же начинается какое-нибудь говно, просто вот оно происходит вокруг тебя вот повсюду, вот как будто все, знаете, сидели и ждали, вот как бы тебе надо поднасрать вот именно в тот момент, чтобы ты, сука, сорвался. Вот я не знаю, почему так происходит, то ли закон Мерфи какой-то работает, то ли, может быть, не знаю, какое-нибудь вселенское зло, что-то в таком роде. Но я думаю, вот кто бросал, они не дадут мне соврать, что такая херня есть. Поэтому, друзья, тут, значит, когда будут нормальные серьезные успехи, тогда и поговорим. Ни от каких планов я не отказывался, это мне надо по-любому сделать, я в этом уверен, поэтому все будет. Просто надо немножко подождать. Хочу еще, чтобы немножко хотя бы улыбнуться, рассказать вам, ну, реально смешную историю, короче. Поскольку сейчас делать особо нечего, ну, кроме работы, да, я живу на съемной квартире, как я говорил. Хочется общения с противоположным полом. В общем, зашел я снова в одно приложение для знакомств, я им уже пользовался. Ну, и там что-то смотрю, листаю, пишу, там, ну, как бы просто, в общем, как-то развлекаюсь. И одной девчонке я написал, ну, стандартную фразу, типа, привет, не против пообщаться, да. Ну, что-то в таком роде. И она мне пишет после этого такая, извини, но нет. Я думаю, ну, ладно, не понравился, как бывает, все-таки не Ален Делон. И после чего она пишет, ребята, фразу, от которой у меня просто вот какое-то вот сердце в пятки куда-то ушло. Она мне говорит, с раками не общаюсь. И первая мысль, что, типа, она, может быть, знает меня, типа, что я не умею играть, типа, что, ну, вот уже психика сломана у меня реально. Я думаю, как она так быстро, типа, что она меня, ну, может быть, нашла через приложение, там, типа, Find Clone, знаете, через фотку нашла меня, там, перешла на группу ВКонтакте, там, нашла какой-нибудь видос. Или, может быть, так совпало, что она вдруг смотрит, вообще, вот просто роет такой мысли, знаете, в башке. Какая-то такая фигня, какой-то сюрреализм, знаете, вот реально паника у меня какая-то началась. А потом только я понял, что она говорит про гороскоп, про знак зодиака, то есть, что я рак, у меня день рождения 18 июля скоро будет, и, соответственно, она не общается, вот. И в очередной раз я, конечно, офигеваю от некоторых людей, то есть, не общаться с человеком, не потому, что он какой-то мудак или что там внешне он тебе не понравился, а потому, что он по гороскопу вот такой вот. То есть, в принципе, мне после этого она уже не интересна, ну, эта девушка, потому что мне кажется, что, ну, человек, который судит вот по таким вещам, да, то есть, опирается именно там на знаки зодиака, еще что-то, то есть, у него, скорее всего, какое-то странное восприятие мира, которое вряд ли как-то пересекается с моим, да. Но вот просто такой забавный случай произошел, не могу не поделиться. В принципе, на этом все, пока вроде все более-менее нормально, но, скажу честно, непросто. Говна столько всего свалилась, просто вот. Как это часто бывает, знаете, есть старая поговорка, что беда не приходит одна. Я не буду ныть там, пока вроде, слава богу, не критично все, просто неприятно и тяжеловато, я бы так сказал. Но это, я надеюсь, не очень долго продлится, где-то еще, может быть, недели-полторы-две, и потом, даст бог, как говорится, вернемся в прежнее русло. Все, ребят, всем спасибо за поддержку, еще раз, прямо очень был тронут, это реально пригодится, но, как бы, не ожидал, честно говоря, даже. Все, ребят, всем до скорого, всем пока, не болейте, не скучайте, всех обнял. Субтитры сделал DimaTorzok